Да, добрый вечер, меня зовут Елена Невская, и сегодня я буду вам рассказывать о том, как я действительно это сделала. И масштабировать можно не на 15, а больше на все страны мира, и вы увидите как. Итак, сначала я расскажу о том, кто мы, потом немного об архитектурных вещах, проблемы и решения, которые я встретила, пока я все это делала, и также об одном из сервисов, которые пришлось написать для того, чтобы это быстро работало и было дешево для компании. Значит, давайте начнем с примера. Кто мы такие? Мы компания, которая предоставляет решения вас сервисов, биллинг для мобильных операторов и для клиентов. Но лучше я расскажу о том, что мы делаем. К нам приходит человек, который разработал мобильное приложение. И он хочет, чтобы он не сразу плату брал за него, а, скажем, абонентскую плату принимал. И он говорит, вот приложение, хочу брать за нее плату. Мы говорим, окей, добавляем туда свой код, и после этого выкладываем на свою площадку, там, где все мобильные приложения. Когда человек скачивает, он подтверждает по UTP-коду, что да, я согласен платить. И после этого с него там ежедневно или еженедельно списываются деньги. Вот так компания зарабатывает. То есть какой-то процент клиенту, который пришел, какой-то процент нам. Ну, собственно, достаточно большие объемы, хотя мне кажется, что это не так много. То есть это не хайлот, тем более, что оно бывает 180 миллионов, а бывает и 5 миллионов. То есть это зависит, такая специфика рынка. Мы подключили, заключили договора уже больше, более чем с 15 странами. То есть это бизнес подключение, а сами технические договора сделаны с 5. То есть сейчас 5 стран смасштабированы, и так достаточно легко это получилось. Здесь вы можете видеть, с чего все начиналось. Это с 2010 года постепенно подключали бизнес-договора и так далее. Там 2014-2017 года это тоже были подключения, но в основном мы уделяли внимание именно техническому использованию того, что есть. Дальше. В общем, люди просто подключали, подключали, и как было, то есть подключили соединение, написали PHP-скриптик, что-то еще подключили, там, JS, еще что-то. В общем, получилось, что очень много кода, очень много проблем, ничего не понятно. То есть если что-то падало, то никто об этом мог не узнать, или там кто-то подредактировал таблицу в базе через админку и поломал сервис. Об этом тоже никто не узнавал. В общем, очень много проблем, с которыми пришлось столкнуться. Работала статистика, потому что это было завязано на бизнес, на деньги. И я поставила задачу перед собой. То есть это унификация данных. Именно потому что это важно, потому что у каждого оператора связи свое подключение. То есть своя опишечка, какие-то свои нюансы, нужно все это учесть. И нужно было также быстро подключать то, что мы не должны были писать заново, как это было в прошлые разы. Также нужно было очень быстро конфигурировать новое подключение и видеть, что происходит. То есть вообще любые нюансы, какое-то качество трафика, там, отвечает оператор или нет, все это мы должны были видеть. Раньше этого не было. Это не хорошо или плохо, просто это было так. И основное решение мы взяли, в общем, амазоновские RDS плюс EC2. Это конфигурация одного локейшн, то есть одной страны. И админка, control panel, ее мы еще называем, она является единственным местом, где происходит различная конфигурация. То есть там и лендинги, и бивинги, и подключенные сервисы. То есть все там конфигурируется. Все находится здесь. И проблема в том, что если каждый инстанс, допустим, Россия, будет ходить за control panel и на каждый запрос узнавать какие-то настройки, это лишний трафик, во-первых. И как-то не очень приятно ходить и узнавать, гонять по сети лишние данные. А настройок таких довольно много, и бизнес-пользователи хотят заходить в одно место. Поэтому было решено написать отдельный сервис, который содержал в себе какую-то часть логики и содержал в себе также настройки. То есть он похож в отчасти как кей-валю, но, например, можно было управлять какими-то настройками, например, отправлять уведомления пользователю или источнику трафика, что он там хороший или нет. Ну, такого порядка. Вот, да, то есть тут проблемы мы описываем, что вообще это админка в Сингапуре, а у нас 15 инстансов планируется, там, Россия, Пакистан, Франция и так далее. То есть это невыгодно. Написала такой сервис. Значит, тут получается, что есть, здесь вы можете видеть количество запросов в минуту одного инстанса к этому кей-валю сториджу с логикой внутри. То есть там буквально очень простые запросы. Вы, например, можете получить оператор, свойство оператора по его коду, или свойство лендинга по его коду, или, например, является ли этот пользователь постоплатным, или находится ли он в черном списке. Вот, то есть этот сервис назвали InMemory. InMemory находится на инстансе. Он берет данные из контрл панели по опишечке и раздает всем остальным сервисам, которые уже занимаются тем, что процессит. Общая схема — это как пользователь сначала приходит и говорит, я там хочу вот это приложение, или это приложение стучится к нам. Оно стучится, потом там происходит все вот это движение, то есть там проверки транзакции, оператор и так далее. Вот, и все это происходит на одном инстансе, и здесь примерно 9-12 микросервисов. Все зависит от того, сколько нам нужно, какие нам нужны настройки, что нужно оператор. И все это работает по-разному в разных странах. То есть не только в разных странах, но и у разного оператора. И также сделано, обращаю внимание, что все сервисы, они общаются через RabbitMQ, то есть пользователь приходит, сервис его принимает, пишет уведомление в очереди RabbitMQ, пользователь такой-то пришел, а уже другой сервис отдельный читает из этой очереди и записывает это в базу. То есть если, например, база будет лежать, то мы ничего не потеряем, у нас будет все работать, пользователь все так же получит то, что он хочет, и потом, когда коннект до базы восстановится, все, мы все запишем. То есть, да, RabbitMQ — это такое тонкое место, но все работает и нормально. То есть проверенный сервис. Вот можно более подробно о том, что там происходит. То есть один сервис, допустим, этот отдает контент, второй показывает ленды, третий отдает всем конфигурацию от админки, четвертый делает проверки транзакций, то есть кто это, постоплатный или в черном списке, там пятый пишет в базу, четвертый делает запросы к оператору, и там то, что касается именно работы с оператором, там могут быть как SMPP подключения, так и HTTP, и веб-сакеты, и именно вот этот сервис, который делает запросы к оператору, и меняется от страны к стране. А еще вот теперь я расскажу, на что я попала, когда я писала. В общем, я использовала клиент, Гошный, HTTP, и он делал редирект, он проходил по редиректам, он не отдавал то, что локейшн, там HTTP и так далее. Он просто сразу переходил, и мы не понимали, что происходит, может быть, это нам неправильную ссылку отдают, из-за этого, в общем, дня три пришлось исследовать, пока наконец не нагуглили, что глухой HTTP клиент ведет себя очень своеобразно, поэтому будьте внимательны в своем коде. У него там не только поведение при редиректе неправильное, но и поведение таймаутов, и там пул коннекта, по-моему, только всего два. То есть учитывайте, и все будет долго. Так, дальше. Как мы организуем код? Есть админка, контроль панель, и есть инстанс. В инстансе, если, например, новый разработчик приходит, ему нужно выдать доступ. И тогда мы можем сразу выдать доступ только на целиком на репозиторий, то есть на сервера, на клиент, и на структуры, которые там находятся. Но если часть кода используется в админке, а часть кода используется в инстансе, то приходится разделять. То есть отдельно сервер, отдельно структуры, которые используют и клиенты, сервер, и отдельно клиент. То есть клиент, например, я хочу писать, делать какие-то уведомления в контроль панель, тогда я импортирую клиент и структуру, а панель управления импортирует сервер и структуру. И так можно разграничить доступ. И так мы это делаем. Ну и, собственно, красивый пустой main. Все в таком духе. Так, что еще встретила? Когда нужно сделать рестарт, и на большой нагрузке есть такие проблемы, как сохранение состояния. То есть, например, для того, чтобы написать в RabbitMQ, я сначала пишу в канал, только после этого пишу в очередь RabbitMQ. Но если я, например, на этом этапе захотела зарестартиться, то я сначала сохраняю канал и уже после этого рестарчу сервис. Как-то так. Всякие периодические события проверки, проверки на конкурент мапрайтинг тоже. Так, еще немножко кода, как сделали подключение RabbitMQ. Дело в том, что когда оператор связи подключается, он разрешает делать к нему запросы только определенное количество раз. И, например, это может быть 10 запросов в секунду или 20 запросов в секунду. То есть они не предоставляют там какого-то хайлода и так далее. Поэтому нам важно конфигурировать скорость обработки того, что происходит внутри своими методами через конфиги или через сервис в админке. Собственно, написали подключение консюмера таким образом, чтобы можно было это редактировать, редактировать количество гарутин и количество скорости обработки из конфигов. Дальше. Я также, когда я пришла и начала делать эту систему, мы решили сделать плавный переход. То есть сначала написать сервисы, микросервисы, а базу и админку оставить прежней, так как такие были бизнес-требования. Нужно было, как всегда, быстро запуститься. Поэтому базу я не смотрела, я ее не посмотрела совсем. И на маленькой нагрузке не было никаких проблем. Но когда мы пустили трафик, соответственно, все затупило. Очень было сложно понять, что происходит вообще. Поэтому подключили мониторинг. Это Prometheus плюс Grafano и Telegram-бот. Telegram-бот вообще я взяла, сразу скопировала из GitHub и все из коробки заработала. То есть это достаточно просто. Так же, как и Prometheus. Там есть нативная библиотека, которая понятным образом работает. Итак, состояние. Система тупит. Что делать дальше? Мы смотрим. Запрос, как бы, вставка в базу 40 секунд. Мы вообще просто очень удивились этому. Начали смотреть, что такое, что такое. В общем, там не оказалось некоторых индексов. Там также было мало коннектов до базы. Вот здесь вы можете видеть пик 750 секунд. Это мы добавляли тоже один из индексов в базу. То есть тоже система полностью рабочая. Мы просто пишем в базу с задержкой. В общем, пофиксили, нашли. И стало все хорошо. Здесь можно видеть, что вот мы здесь добавили коннектов к базе и добавили индексов. Сразу стало 0,02 секунды. Поэтому мониторинг — это очень хорошо. Сразу видите, в чем проблема. Да. В общем, мониторим все, все, что можем. Качество операторов, состояние админки, как бизнес-пользователь отредактировал свои конфиги, нет ли там ошибок. В общем, дату последней успешной транзакции. То есть если оператор там сляжет, мы это тоже увидим. И много-много всего от этого зависит просто наше спокойствие и, в общем-то, видение системы. Вот так приходит. То есть здесь айпишники спрятаны. Это телеграм-сообщение. Вот, например, оператор лежит. Мы ему просто делаем регулярные запросы. Там количество… Там здесь 600 запросов в минуту. Это мобилинг. Он разрешал 10 запросов в секунду делать, поэтому там столько. И вот мы видим, что он лежит, нам пришло сообщение. В общем, собственно, и все. Вопросы? Лена, спасибо. Итак, вопросы. Скажите, а кому приходят сообщения в телеграм? Мне и еще одному члену команды. Это было сделано всего одним-двумя человеками. Я понял, вы нормально спите после этого? А я сама конфигурирую, что там придет, что не придет. Спасибо. Спасибо за доклад. Очень интересно. У нас там логичная примерно штука. Вопрос. Вот такая архитектура, мудрая, продуманная, она сразу сложилась? Продуманная? Или на практике уже обкаталась так, и такая получилась? Сначала рисовали, потом делали. Это потрясающе, потому что обычно сначала делают так кривовато, а потом допиливают. Да, но это получилось не потому, что мы такие хорошие, а потому что мы наступили на грабли вот эти. И поэтому так. Понятно. И еще вот обычно проблема между микросервисами, когда взаимодействие, это откат транзакции. У вас нет такой проблемы? Или это где-то хранится временно? Откат транзакции у нас была такая проблема. Ну то есть один там пошлал данные, второй в это время не работает, первый не соображает, там думают, что пошлал данные. Нет, нету такой проблемы нет, потому что шина на RabbitMQ это исправляет, помогается в этом. Ага, потому что RabbitMQ, там фича подобная есть, я знаю. И еще вот по поводу локализации, это уже так практический вопрос. Не было проблем, потому что там у каждого вся заморочка возникает, но вы на много стран работаете. Смотрите, например, Таиланд, и там свой язык, и нужно, например, отправить на этом языке сообщение в SMPP. Задаем его, прямо так же копируем в подгресс, из подгресса уже берем, энкодим строку и отправляем в SMPP с соответствующими параметрами. То есть с этим проблем нет. Понятно. И весь набор он там на Go, да, написано, вот этих микросервисов? Да. Какого диапарка? Все эти микросервисы на Go. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Спасибо за доклад. Вопрос по поводу Рэббита. Как бы Postgres упал, Рэббит держит данные, если Рэббит упал, он реплицируется? Нет, Рэббит не реплицируется. Если Рэббит упал, там держится какое-то время канал, но при этом у меня все заалертит, и я все равно подниму его. То есть Рэббит — это точка отказа. Еще вопросы? Вопросов больше нет? Тогда давайте поблагодарим Елену. Спасибо.